Внимание! Прошу нажать кнопку! Дорогие друзья! Вход открыт! Старт дан, хотя от технопарка Юколтая в тестовом режиме заработал еще в июле. Это первый на территории края подобный объект. Производство укомплектовано станками, аналогов которым в крае просто нет. Их арендует несколько рубцовских предприятий, выпускающих собственную продукцию. Весь процесс появления такого производства, от идеи до воплощения, проходил под кураторством руководителя партийного проекта «Локомотивы Роста» сенатора Российской Федерации Виктора Зобнева. Судя по наполняемости, то что мы сегодня видели, станки работают, люди набраны, руководство компании осуществляется, набраны резиденты. Резиденты это как раз те малые и средние, это проект для развития как раз малого и среднего предпринимательства. Резиденты это представители малого и среднего бизнеса, малого и среднего предпринимательства, которые должны осуществлять свою деятельность на территории технопарка. Строительство технопарка длилось более полутора лет и обошлось в 739 миллионов рублей. Были задействованы финансы федерального и краевого бюджетов, а также вложения частного инвестора. Площадка технопарка больше двух гектаров, расположена на территории бывшего завода автотракторного электрооборудования. Задействовать на производстве планируется 200 человек. Я думаю, что все задачи, которые были поставлены перед созданием такого объекта, а именно создание новых рабочих мест, появление нового устойчивого источника налоговых платежей, самое главное решение практических производственных задач для обеспечения машиностроения здесь, в Рубцовске. Возможность доступа к таким площадкам такого уровня, с таким оборудованием, именно местного бизнеса, это очень важное дело, очень важная задача. Кстати, инициатор появления технопарка в Рубцовске и уроженец этого города Виктор Зобнев стал почетным гражданином города. Награду он получил за особые выдающиеся заслуги перед городом, связанные с социально-экономическим развитием и созданием имиджа Рубцовска. Рубцовска А что касается технопарков, то Рубцовский в крае первый, но не последний. Подобные планируются еще в двух городах края. В Бийске по биофармацевтическому направлению и в Барнауле тоже машиностроительный проект. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.